Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и мы начинаем наше видео. Я напоминаю, что вы смотрите проект трейдеры, проект о настоящих трейдерах и настоящих деньгах. Напомню, что в рамках данного проекта я веду торговлю на собственном счете, а значит и рискую собственными деньгами. И каждый, кто хочет торговать, должен помнить, единственное, что в трейдинге вы можете контролировать на 100%, это свое отношение к риску. Полную информацию о рисках вы найдете в описании к этому видео. Ну а моя стратегия заключается в том, чтобы не рисковать более чем 1% своего портфеля и это, пожалуй, единственное, в чем я рекомендую следовать моему примеру. Вы также можете получить полный доступ к статистике моей торговли, пройдя по ссылке в описании к этому видео и подключившись к счету с паролем инвестора. Также на своем блоге TradingView я введу статистику тех сделок, которые открываю, описываю вход, выход. Не все сделки туда попадают, только те, которые проходят в режиме в рабочее время, но все сделки вы можете видеть уже непосредственно на счете. Ссылка также будет доступна в описании. Сразу же вначале приношу извинения за некоторые технические неполадки, которые были у нас на прошлой неделе. К сожалению, не смогли мы полностью провести все стримы, поэтому сейчас мы выходим в формате записи и кратко пробежимся по тем событиям, которые были на прошлой неделе, которые повлияли на рынок. Ну и посмотрим, что нас ждет всего недели. Сегодня в понедельник построим план на предстоящую неделю, я расскажу о том, какие сделки у меня открыты, как я их сопровождаю и, собственно, что нас будет ждать на неделе предстоящей. Ну, во-первых, прошлая неделя было, в принципе, два ключевых события, которые дали определенной волатильности рынкам. Это заседание ФРС, процентную ставку, как ожидали, ее понизили, рынок этого ожидал, но, собственно, какой-то сильной реакции мы не увидели. Наоборот, сейчас после, ну и не последовало такого сильного ослабления американского доллара, которое, возможно, было, можно было ожидать. То есть, рынок уже отыграл эту новость. Ну и также на прошлой неделе было заседание Жан-Клода Юнкера по поводу того, что все-таки, вероятно, удастся сделать определенную договоренность по поводу выхода, по поводу Brexit, да, по поводу выхода Великобритании. То, что жесткий Brexit будет катастрофичен для Британии, для всего Евросоюза. Поэтому, вероятно, сейчас, опять же, это дало определенного импульса на укрепление британской валюты. Поэтому, как одна из стратегий, которую я буду рассматривать уже с точки зрения технической картины, это покупать фунт при коррекциях. Ну, пока коррекции не было, будем ее ожидать. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на рынках. И давайте начнем мы с экономического календаря, как всегда традиционно, посмотрим, что нас ждет на предстоящую неделю. И дальше посмотрим уже техническую картину. Во-первых, хотелось бы обратить внимание, то есть, сразу же, на более важные события, которые будут ожидать, это среда, 15.30 по Таллину, Киеву, Риге, выйдут данные по темпам роста ВВП. Здесь мы видим определенное ослабление, которое, фактически, идет уже несколько месяцев. То есть, локальный максимум, который мы видели в этом году, это 3.5, да, то есть, 3.5 процента было до 4, мы доходили. Локальный максимум в 5.5 процента был в 2014 году, ну, в 2014-15 год, то есть, были локальный максимум по данному активу, по данному показателю, прошу прощения. Соответственно, сейчас мы ожидаем, аналитики ожидают снижение на 2 процента, соответственно, если это подтвердится, то, опять же, это даст определенное негативо американской валюте, и, вероятно, это также отразится, в первую очередь, на фондовом рынке, поэтому индекс S&P 500 сейчас находится на локальных максимумах, я его также рассматриваю в шорт, но, опять же, небольшим объемом, да, то есть, не превышая риски, но, вот, как раз, вот это событие может подтолкнуть к этой, к реализации данной торговой идеи. Ну, также в пятницу выйдут данные по США, то есть, это заказы на товары длительного пользования, расходы физических лиц и доходы, также, физических лиц. То есть, на самом деле, событий не так много, неделя обещают быть, ну, довольно-таки спокойной, да, на первый взгляд, если мы рассматриваем экономический календарь, но, как всегда, сейчас событий очень много, поэтому любая новость может на рынок повлиять. Поэтому давайте посмотрим, с чем мы подходим, ну, с чем у нас начинается понедельник, да, с текущей торговой недели. Ну, во-первых, начнем с евро-доллар, да, с ключевой валюты. То есть, здесь основный тренд у нас также все сохраняется нисходящее, здесь продажи я также для себя рассматриваю, но пока нет интересных точек для входа. То есть, здесь мы видели такой достаточно серьезный боковик. Фактически, вот здесь 16-го числа, то есть, были предпосылки на то, чтобы войти в шорт по данной сделке, но, так как у меня были уже другие планы, уже открыты другие сделки, ну, и картина не совсем не нравилась, да. То есть, мне нравилась эта ситуация, которая произошла 12-го числа, но 16-го числа мне не очень понравился вот этот паттерн, который здесь появился, поэтому здесь я сделку эту пропустил. Но, в целом, то есть, он все так же смотрит вниз. Соответственно, сейчас обновление локальных минимумов даст еще одну волну снижения до 1.09. То есть, ну, здесь уже, если находитесь в продажах, то их имеет смысл удержать и, собственно, на мой взгляд, переместить стоп-лоссы за локальный максимум 19-го числа. То есть, по крайней мере, если бы я находился в позиции, то так бы я и сделал. По фунту. По фунту рост у нас здесь сохраняется. Пятница у нас закрылась снижением, поэтому здесь, как основная идея, здесь я буду рассматривать непосредственно покупки, но покупки после коррекции. То есть, опять же, не сейчас по самым максимальным ценам за два месяца, а в тот момент, когда цена скорректируется, у нас получится завершение данного коррекционного движения. И тогда я получу уже для себя возможность войти по более интересной цене. Ну, а с точки зрения локального, то есть, мы с вами видим, что уже, ну, вот прошлый час, то есть, цена попыталась закрепиться ниже минимумов, которые были сформированы в пятницу. То есть, фактически, если удастся закрепиться ниже отметки 1.24.59, то я буду для себя рассматривать начало коррекционного нисходящего сценаря. Опять же, не факт, что я войду в эту позицию именно на коррекции, но, по крайней мере, буду ожидать, что коррекция началась. И вот завершение данной коррекции уже даст, ну, определенные предпосылки на начало уже входа, да, на поиск каких-то торговых идей. То есть, вот пока сейчас там ходить на покупку я не буду, потому что мы находимся на локальных максимумах. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь, я напомню, у меня открыта покупка практически в середине данного канала. Если посмотреть также более, чуть большую картину, мы с вами видим движение вот в данном нисходящем боковике, в рамках которого у нас идет сейчас волна роста. Соответственно, здесь я все так же остаюсь в покупках. Цели данного движения у меня находятся в области, где у меня стоит тейк профит, это 1.3359. Соответственно, для реализации данного сценария мне необходимо увидеть закрепление выше максимальные значения, которые были на прошлой неделе сформированы. Тогда уже следующим импульсом, возможно, мы подойдем как раз к тем уровням, которые я для себя обозначил. Ну, в любом случае, у меня стоит стоп лосс, сейчас он стоит уже в плюсе. Пока он находится за минимум 17-го числа, после обновления ухода выше максимум 18-го, то я стоп лосс уже перемещу за минимум пятницу. Но для этого, то есть, я понимаю, что здесь может пойти еще какое-то движение после следующего импульса. Поэтому пока стоп лосс я не переношу и наблюдаю за тем, как ситуация развивается. По паре американский доллар, японская иена, также на прошлой неделе у меня здесь открыта была сделка на продажу. Мы подошли к области сопротивления где-то 108.57. Ну, собственно, от этого уровня мы начали отбиваться. Произошел сигнал на вход 19-го числа. Собственно, здесь я открыл позицию на продажу. Сейчас у меня сделка продолжает быть активной. Ну, вот сейчас, например, то есть, первоначально стоп лосс у меня был зал локальный максимум. То есть, я напомню, что предыдущая идея, которая была также в начале прошлой недели, она была на гэпе после данных, после атаки дронов, которые произошли на прошлых выходных. Соответственно, рынок также открылся с гэпом. Тут, с одной стороны, был сигнал, но этот гэп мы быстро закрыли. То есть, фактически, вот более интересный сигнал, который без уже внешнего фона, он произошел в середине прошлой недели. Поэтому здесь я вновь открыл сделку на продажу. Сейчас уже могу стоп лосс переместить за локальный минимум, то есть, за максимум, который был сформирован в прошлую пятницу для того, чтобы, опять же, защитить свою позицию. Дальше двигаться уже по направлению к целям. То есть, среднесрочная цель у меня стоит в области 105-105.80. То есть, примерно в данный диапазон. Это область минимальной значения начала сентября. То есть, я ожидаю данного снижения, опять же, если все пойдет по тому плану, как намечено. Но если цена даст подсказки о том, что происходит какой-то разворот, то, соответственно, я из этой сделки выйду, безусловно. По австралийцу также у меня сохраняются продажи. То есть, мы после достаточно активного роста, который был в начале сентября, ушли в нисходящее движение. Поэтому здесь также эта позиция у меня продолжает быть открыта с целями движения на 67. То есть, область минимальной значения, которую мы видели также в августе. Теперь давайте посмотрим часовой таймфрейм. Соответственно, сделка была открыта достаточно хорошо. То есть, мне очень понравился данный также вход. Сделку я открыл. Стоплот сейчас уже находится в плюсе. И я его перенесу. Опять же, после того, как мы в пятницу смогли обновить локальный минимум, я его могу уже перенести чуть ниже. За локальный максимум, который у нас сформирован был в пятнице. Поэтому здесь я также уже защищен данной позицией. И дальше ожидаю движение на 67.12. Именно там стоит у меня тейк профит. То есть, чуть не по самым минимальным значениям, а так, чтобы несколько ценовых значений, которые было в этот период, у него попадались для максимизации, соответственно, срабатывания данного уровня. Ну, дальше уже буду смотреть, как ситуация развивается. Новозеландия. Здесь позиции я не открывал. Ситуация очень похожа с австралийцем. Но на момент входа была не самая комфортная ситуация для входа. Хотя сценарий развивается точно так же. Сейчас мы на дневном таймфрейме находимся на локальных меню. Вполне возможно, что отсюда может последовать коррекция. Поэтому, например, продавать сейчас уже поздновато. Ну, а если будут появляться какие-то уровни сначала коррекционно-восходящие движения, то продавать уже по завершению данного нисходящего движения здесь имеет смысл. То есть, пока здесь также остаюсь вне рынка. Золото. Рассказывал я о предполагаемой позиции на вход по золоту. Но так как инструмент сейчас доступен объемом 1 сотая лота, я его также могу включить в свой портфель. Но сделки здесь мне для себя нужно выбирать более точно. Поэтому была здесь одна позиция, но которую я убрал. Соответственно, если бы она здесь также у меня осталась, то есть вот на этом новостном движении, которое было, скорее всего, мой стоп-лот бы сработал. И фактически, я думаю, что не зря здесь я ее убрал. И пока здесь, опять же, общий настрой, на мой взгляд, здесь сохраняется в рост. Но я просто с моим счетом, который здесь я использую для демонстрации на 1000 евро, не могу позволить себе войти в позицию с риском 1%. То есть, или нужно риск превышать, чего я не хочу делать, пока, по крайней мере, не накопится определенный плюс от сделок. Ну, или ждать уже какой-то более точной ситуации. Ну, вот сейчас я, собственно, этим и занимаюсь. То есть, пока в сделку не вхожу. По индексам, индексы DAX, S&P500 сейчас находятся на локальных максимумах. То есть, мы забрали довольно-таки высоко. Вполне вероятно, что здесь может последовать волна коррекционного нисходящего движения. То есть, вот сейчас, например, на часовом таймфрейме, в момент как раз записи видео, это 10-20 по Москве. Мы с вами видим, что цена пытается закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Если это удастся и будет достаточно неплохой откат уже в область пятницы, то здесь я также попробую для себя рассмотреть продажи со стопом за локальный максимум, то есть, по 12.502. То есть, сейчас, опять же, нет подтверждения, поэтому здесь нужно подождать пару часов, посмотреть, сможет ли цена закрепиться ниже данного уровня. И я думаю, что S&P подтянется уже во второй половине торговой сессии за индексом DAX и тот же самый сетап здесь может произойти. Соответственно, здесь ближайший минимум, который мы с вами видим, это область минимальных значений пятницы. Если мы сможем закрепиться ниже данного уровня, то также для себя буду рассматривать непосредственно продажи. Но, опять же, это сделка контртрендовая, поэтому риск у меня будет здесь в два раза меньше, чем обычно. То есть, как минимум, это будет полпроцента. Так как основной сценарий все-таки по индексам я рассматриваю для себя покупки, поэтому откупать на коррекции здесь, я считаю, будет более безопасно. Ну, вот такими вещами у нас начинается текущая торговая неделя. Я надеюсь, что сейчас по качеству видео, по качеству звука все в порядке, поэтому не забудьте поставить лайк. Если все нравится, ваши вопросы также оставляйте в комментариях к этому видео. Ну, и не забывайте ставить стоп-лоссы, потому что это может в определенный момент защитить ваш депозит и, собственно, двигаться дальше. Ну, и также для всех напоминаю, что у нас уже на этой неделе пройдет открытый вебинар с доктором Элдором, на который я вас всех приглашаю. Переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь на него и увидимся также на вебинаре в четверг. Всем желаю хорошего начала недели, хорошей торговли и увидимся уже в среду. Всем спасибо и до свидания.